В период, когда массовые мероприятия под запретом, настает время приятных встреч в узком кругу. Таким оказался и этот инстадивишник, с участницами которого мы предлагаем познакомиться. Давайте знакомиться. Меня зовут Надежда Рачкова, но в инстаграме я больше известна как мамочка-туристка. Всем привет. Меня зовут Наталья, я фудфлорист. Я с мамой Наталья, владельца сети Парикмайски. Меня зовут Елизавета Савельева, я занимаюсь распилом нишевой прахмерии в Челябинске. Меня зовут Екатерина Козлова, я нумеролог. Меня зовут Аксинья Фоменко, и я являюсь владельцем сети детских игровых пространств для проведения детских праздников в Киндерлэнд. Все девушки являются активными инстаблогерами, рассказывая в своих аккаунтах и о своей личной жизни, и о профессиональной деятельности. Я просто обожаю путешествовать. Объездила уже более 30 стран на разных континентах. И я давно забыла о каких-то туроператорах, чартерах, различных турах All Inclusive. Я сама решаю, куда ехать, когда ехать, на чем, и с удовольствием учу этому других. Я могу посоветовать вам, на чем можно сэкономить, даже если у вас бюджет не ограничен. Я могу подсказать вещи, на которых экономить ни в коем случае нельзя. Могу поделиться успешным опытом путешествий с бабушками, с маленькими детьми и рассказать какие-то другие секретики. Я могу помочь простроить маршрут, найти жилье, указать места, где можно покушать, на разный кошелек, на разный вкус. Могу подобрать хорошего русскоговорящего гида, проверенного. В феврале у нас была совместная поездка, авторский тур. Я ездила вместе с девочками, то есть мы путешествовали в Эстонию, там брали машину и путешествовали по стране. Я в бизнесе с 2010 года. Сначала маленькую, первую парикмальскую. Ну, потом, чем дальше, тем больше. Потом приобрела недвижимость нежилую и открыла вторую. Ну, а там и за третьей недалеко. После пандемии все соскучились по нам. Я очень довольна. Девочки у меня, ну, я хочу сказать, супермастера. У меня девочки делают даже то, что не могут сделать в некоторых салонах. Я очень люблю свои парикмахерские, своих девочек. Вот, хотя они у меня капризные, но мы живем дружно. Я вообще с детства любила танцевать, всю жизнь танцевала. В прошлом году заметила, что по телевидению приглашают женщин в модельный бизнес. Вот, ну и пошла на проекты. Прошла три проекта. Хочу быть моделью 35+, на 31-м канале тоже мне показывали. Сейчас снимаюсь в рекламных роликах. То есть я позиционирую, как уже, ну, состоявшаяся модель. Одним из вопросов, который обсуждался на девичнике, ведение бизнеса в нынешней непростой экономической и эпидемиологической ситуации. Во время пандемии, поскольку наши пространства не могли работать, да, все это время мне пришла идея создать новый бизнес. А именно это доставка шаров Air Superhero. Все свои бизнесы, все свои активности я провожу в Инстаграме. То есть на самом деле оттуда приходит клиентов пока порядка 40%. То есть это достаточно много. И на сегодняшний день, допустим, у нас Инстаграм Тиндерлэндс 174 среди детских игровых пространств занимает, ну, лидирующую позицию, потому что у нас больше всех подписчиков. Около 6 тысяч человек. Почему у нас был такой большой резкий прирост? Я думаю, мы дальше также будем расти экспоненциально, да. Почему? Потому что мы постоянно снимаем сториз, мы показываем свои лица, мы показываем все наши работы, композиции, мы показываем то, как мы ездим на доставке. То есть мы ведем, по сути, блок по шарам. То есть они видят, что мы, я реальный человек, да, вот я надула шарики, вот мы такую композицию красивую составили, вот мы приехали на доставку и так далее. Помните, как Билл Гейтс говорил, если вас нет в интернете, значит, у вас нет бизнеса. Те люди, которые потеряли работу, и для них как раз возможность определиться, где он еще может реализоваться, в какой сфере он может реализоваться. Ну, вот сейчас тот момент, когда нужно что-то перестроить и начать дальше действовать. Нумерология позволяет определить углы конфликта между людьми. Можно сохранить отношения, зная, что выводит из себя твоего близкого человека, ты можешь аккуратно сглаживать этот угол и не давить на эту больную мозоль. Выпускные прошли, и родители сталкиваются часто с тем, что дети не могут определиться, куда они хотят идти. Но в силу того, что родители, опять же, пытаются реализовать свои какие-то не реализованные амбиции в своих детях, не понимая, что каждый ребенок приходит со своей определенной программой, со своим талантом. И на самом деле задача родителя – помочь узнать, какой есть талант у ребенка и помочь ему этот талант реализовать. Нельзя сопротивляться тому, что твой ребенок хочет где-то реализоваться, если он действительно, у него есть к этому талант. Нужно ему помочь. Тогда дети вырастают успешными и благодарными. Дата рождения позволяет максимально раскрыть возможности человека, определить его сильные и слабые стороны и ту сферу, главное, где он может максимально успешно реализоваться. От воздушных шаров переходим к подаркам. В данном направлении, но каждая по-своему, работают еще две участницы встречи. Я нахожу ответ на вопрос, что же подарить человеку на день рождения, на юбилей, на какие-то знаменательные даты, да и даже просто без повода порадовать. Мы с клиентами зачастую в общении разрабатываем какой-то свой уникальный, скажем так, дизайн букета, проект. Сегодня я к вам с одним из таких букетов. Это самый популярный букет для мужчин. На моей странице можно будет увидеть различные варианты и для мужчин, и для женщин. И, кстати, мы его, конечно, прозвали, я его прозвала мужским букетом, но очень часто говорят, почему это. То есть, женщины тоже хотят и заказывают. По заказу я всегда уточняю у клиента, к какому времени нужно, потому что если это продукты, то нужно понимать, что они должны поступать к заказчику на стол максимально свежими. И если это морепродукты, то я начинаю их готовить, да, то есть я их варю, их изготавливаю за два часа до того, как выдать. Что такое распив парфюма? Во-первых, это возможность прекрасно сэкономить свой бюджет. Во-вторых, это возможность составить шикарную парфюмерную коллекцию. И в-третьих, если вы заходите в парфюмерные супермаркеты и смотрите на заветные флаконы, и хочется их колиться, я та фея, та волшебница, которая может помочь вам обвести желанный аромат и правильно подобрать его. Уберется оригинальный парфюм, убирается спрей, и посредством, через шприц с минимальным количеством кислорода, необходимое количество парфюма помещается в атомайзер. Атомайзер – это флакон с пульверизатором или без, ну, для необходимого количества парфюма. Два миллилитра – это примерно, девочки, 35-40 пшиков парфюма. Ну, в зависимости от плотности, в каких-то 25-30. 30 пшиков – это то количество, которое позволяет вам понять, подходит ли вам парфюм, хотите ли вы его в полноценной, более большой версии, да, и так далее. Таким образом, мы, к примеру, затрачиваем там 1200 рублей вместо 25 тысяч и понимаем, хотим мы с этим ароматом, да, проводить свое будущее, либо не хотим. Приятные люди, полезные контакты, новые подписчики, лайки и лайфхаки – в этот вечер было все. Но, пожалуй, самое главное – это живое общение офлайн, по которому все так соскучились, проводя время в своих аккаунтах.